Итак, дорогие друзья, я всех приветствую на нашем вторничном вебинаре. Это группа компаний Skyway. И то послание, которое вы получили, ту информацию, которую вы получили сегодня, вы пришли, наверное, не просто так. И очень многих интересует, что это за промоушены, для кого они будут действенны и как все это будет выглядеть. Я еще раз всех приветствую. С вами Григорий Мирошенченко, город Челябинск, пока город Челябинск, и группа компаний Skyway. В большей степени, конечно, это касается тех, кто у нас находится в группе, в нашей фонде Skyway Capital, но и те, кто с головной компанией Андрея Федоровича Хавратова, то же самое, ребята, пожалуйста, то есть слушайте, смотрите, наблюдайте. И самое главное, не быть в зале ожидания, а все-таки хотим мы или не хотим, но начинать действовать. На той верной дороге идете, товарищи. Хороший такой призыв, тем более, что скоро у нас приближается праздник такой, я не знаю, как его думают отмечать, но все равно столетие Октябрьской революции. И как, знаете, такая байка есть. Когда была Октябрьская революция состоялась? В каком месяце? Все пишут в Октябре, но на самом деле, ребята, не в Октябре, а в Ноябре. Это немножко такой, знаете, каламбур. Итак, дорогие друзья, я думаю, что, не думаю, что, а я уверен в том, что вы следите за новостями, вы понимаете, что что-то происходит такое, знаете, как говорится, в тени, вот это в тени, все это действия идут, но та информация, которую мы получаем официально, это прежде всего, такая, знаете, глобальнейшая подстраховка группы компаний Skyway и лично Анатолия Туаровича Юницкого и лично, ну, собственно говоря, это касается всех нас, это обратить внимание на то, что мы везде, везде абсолютно начинаем патентовать то, что можно патентовать. Понимание то, что можно и нужно патентовать. То есть основные моменты, которые обозначаются практически во всех ведущих странах мира, где наша технология как бы, как бы, можно сказать, уже принята, даже не как бы, а принята. Это касается Австралии, это касается Индии, это касается Японии, и можно дальше перечислять еще огромное количество стран, где Анатолий Туарович Юницкий совместно с Игорем Викторовичем Бабуриевым, совместно с командой наших юристов получают патенты за патентами. То есть патентуется все для того, чтобы защитить нас, вот наш технологий, защитить, скажем так, от недобросовестных конкурентов, а точнее даже не конкурентов, а тех, кто может эту технологию где-то скопировать, что-то повторить и так далее. Вот для этого же у нас Анатолий Туарович Юницкий расширяет наш интеллектуальный потенциал, наш мозговой потенциал, скажем так, то есть наш проектный институт расширяется все больше и больше, приходит людей неординарных личностей, которые приходят даже не настолько на деньги, сколько на идею для того, чтобы поработать здесь и что-то такое сделать, чтобы, как говорят, потом не было обидно за бесцельно прожитые годы. Это тоже имеет огромное значение. Ну и, в общем-то, хотим мы этого или не хотим, дорогие друзья, но то, что все ждут сертификацию, это, конечно, не то, что ждут, а мы все должны понимать, что окончание сертификационных работ и получение сертификата соответствия наших первых двух направлений – это городские и прогулочные трассы – даст мощнейший толчок к внедрению нашей технологии буквально по всему миру. Хотя предварительные заказы, вы знаете, получены уже, ну, я не знаю, уже, наверное, ну, не с половины, но, возможно, даже с половины стран мира, практически на всех континентах, начиная с Евразии и заканчивая Австралией и даже Соединенными, ну, собственно говоря, Северной и Южной Америкой. Я подчеркиваю, Северная и Южная Америка, так как огромный интерес проявлен и там, и там. Но все ожидают сертификации. Окончание сертификационных работ – это, как вы все, наверное, знаете, кто не знает, дорогие друзья, посмотрите в личных кабинетах эту информацию. Вся она есть, вся она абсолютно доступна, эта информация. Это в разделе новости, и эти новости практически ежедневные новости. И осознание вот того, что создается, то, что делается, это, опять же, вернусь к тому, что самый главный момент, вот буквально сегодня Андрей Коробко – это наш лидер по Крыму, который, кстати, вот я посмотрел, наверное, я не буду озвучивать цифры, но этот человек, который со своей структурой в Крыму дал, ну, очень-очень хорошие объемы, суперхорошие объемы, просто невероятно хорошие объемы. И я хотелось бы его просто вот на общем сборе его поздравить с этими объемами, не только за этот месяц, но и за прошлый месяц, за его работу, а особенно то, что та работа, которая проведена совместно с нами, совместно с президентом Академии наук Тарасенко Виктором Сергеевичем, совместно с теми нашими помощниками, их очень много в Крыму, и мы выходим к тому, что, скорее всего, конец ноября, то есть планируется конец ноября, первое число декабря, расширенная делегация как из Севастополя, так и от представителей власти Крыма, непосредственно от, господи, от руководителей, в общем, крымской делегации, там как бы подразделение, Крым это одно, Севастополь это другое, поэтому Овсяников, который уже избран губернатором, мэром города Севастополя, и точно так же, как руководитель всего Крыма, вот это совместно, надеюсь, что будет совместная делегация, и с ней мы полетим в Марьину Горку, для того, чтобы уже конкретно, не просто там какие-то договора о намерениях, а конкретно начало действий, хотя вся документация, больше всего технико-экономическое обоснование, как по Севастополю, так и по всему Крыму уже готова, и уже готова давно, и она показана в министерствах, в ведомствах, в департаментах транспорта, и вот этот глобальный момент по Крыму, я сейчас останавливаюсь больше на Крыме, наверное, по Крыму, то, что я знаю лично, это, конечно же, утвердить стратегию развития города Севастополя, того же, это глобальнейший город, такой, наверное, более важный, даже не столько Севастополь, сколько Севастополь, невозможно утвердить плана развития города без нашей технологии, по одной простой причине, решить транспортные проблемы, экологии и все остальное невозможно, просто на сегодняшний день невозможно, может быть, через 10-20 лет будет что-то другое, но сейчас альтернатива только нашей технологии, вот это тоже очень важно и очень важно понимание. Далее. Дорогие друзья, у меня просьба ответить на вопрос, все ли вы посмотрели, ну, то, что вы смотрели Сибирякова Сергея Анатольевича и Алексея Суходова ролики, их вебинары, очень важный такой, знаете, короткий, короткая информация, довольно-таки в течение буквально 5 минут от Виктора Тарасова и Магасумова Гузель была прошлое воскресенье, буквально вот позавчера, начиная с 14 минуты, эту информацию я сбрасывал в чатах, пожалуйста, найдите и прослушайте, это к осознанию того, что о чем, как я, знаете, так немножко с иронией, ну, шутку говорю, что Виктор Тарасов немножко проговорился, то есть то, что он готовит и то, что сейчас эта совместная работа, она готовится, но сильно не афишируется, и Алексей Суходов, в общем-то, практически с Виктором Тарасовым встречается чуть ли не каждый день, может, максимум через день, обсуждают эти моменты и вот то, что, просто послушайте этот ролик, начиная с 14 минуты, где действительно суперпрофессионал, так, знаете, консервативно делает оценку того, что делает мы, группа компаний Skyway, особенно Алексей Суходов, Сибирьков Сергей Анатольевич и группа людей, группа людей, которые занимаются реализацией и внедрением технологий блокчейн и наших токенов в реальность, я бы сказал так, в реальность. 5 ноября буквально осталось не так много времени, 10-11 дней, мы будем в Екатеринбурге, там будет глобальный форум, где будет представлены информация очень крупных, скажем так, известнейших криптотехнологов, технологов очень известных людей, и где будет Алексей Суходов делать доклад именно по нашей криптоплатформе, которая планируется выводить. И опять же, послушайте ролик Тарасова, вот эту выдержку из вебинара Тарасова, для того, чтобы было понимание, человек, который очень-очень дорожит своей репутацией ей, вот там он об этом еще раз подчеркивает, он все время это подчеркивает, не для того, чтобы, как говорится, порисоваться, а потому что он действительно так и есть на самом деле. Вот, поэтому этот ролик очень важный, если, ребята, кто-то может его сбросить, пожалуйста, сбросьте его прямо сейчас здесь же в чат. И я попрошу обратную реакцию, что-то все замолчали, такая тишина, поставьте хотя бы плюсики, что меня слышно и видно. Слушай, Анатолий последний вот, как бы свой посыл послал, что в верной дороге идете, товарищи, на этом тишина. Дальше тихо, дальше почему-то ничего. Ага, все есть, все появилось, все, благодарю. То есть меня слышно и видно, все окей. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Так вот, в продолжение, Игорь, спасибо большое. Кстати, Игорь, пожалуйста, вернись в тот чат, из которого ты вышел, или я тебя сам туда добавлю. Это без обид. Какие могут вообще обиды, Игорь? Ты помощник, ты вообще чудо. Но единственное, что действительно, где-то ты материал сбрасываешь, там есть твои реферальные ссылки, и в наших чатах даже. У нас очень многие люди тебя очень любят, уважают. И они на автомате копируют твои ссылки на различные материалы и отправляют своим новичкам, которые еще не зарегистрированы. Они на автомате регистрируются вот куда-то туда. То есть, ну, сам понимаешь как. Поэтому это с головной... Ну, естественно, Игорь, ты все это понимаешь. Благодарю. Геннадий, тоже благодарю за эту ссылку, которую ты дал. И сейчас у меня, дорогие друзья, будет, знаете, такой вопрос. Он будет немножко, ну, может быть, не по теме, но это не от того, что... Так как я вебинары провожу, скажем так, добровольно, добровольно, то, дорогие друзья, бизнес есть бизнес. У меня будет один вопрос. Кто из моего первого и второго поколения, первое-второе поколение, присутствует сейчас на вебинаре? Вот сейчас просто поставьте однерочки. То есть, я чтоб видел, кто. Почему? Потому что сейчас я буду говорить как раз о промоушенах. Так, Ангелиночка, вижу. Так, Сережа, так, Зиквело, Андрей Крым, Юрий Васильевич, Чебоксары, Раух Валеев, Игорь Помогалов, так, Александр, Татьяна. Замечательно. Надюша Сбраско, приветствую тебя, дорогая. Еще кто, еще, еще, еще кто. Я делал даже персональные рассылки многим людям. И понимание чего? Понимание того, что сейчас до Нового года, вот я говорю так, что до Нового года, до Нового года, кто был у меня в различных проектах, те помнят, наверное, те марафоны, которые я проводил в структурах, и люди выходили действительно на очень хорошие заработки, вот именно предновогодние, передновогодние заработки. Это подарок себе и своей семье, своим родственникам на Новый год, и, ну, подарок самому себе еще дополнительно. Плюс к этому дополнительные активы, дополнительные акции, дополнительная уверенность в том, что вы, как Анатолий написал, что вы находитесь на правильном пути. Так вот, дорогие друзья, по поводу промоушены. Я сейчас объявлю свои промоушены, то, что я сейчас объявлю. Но, помимо всего прочего, все, кто не является моей структурой, в любом случае, дорогие друзья, просто учтите это. Это вы можете провести, и надо вам провести это по своим структурам. И если вы будете участвовать в этом марафоне, этот марафон, первый будет марафон до конца этого месяца, недельный. Это будет объявлен промоушен. Сейчас я объявлю его. Это недельный марафон. То есть, осталось 7 дней. Ой, как мало времени. И это понятно, что мы можем жаловаться, мы можем что-то еще говорить, мы можем потихонечку, полигонечку зарабатывать деньги, и до пенсии мы что-то заработаем. Но, дорогие друзья, просто задумайтесь. Я думаю, что не все задумывались, а вернее все задумывались, почему одни люди при полной загруженности времени умудряются все успевать, а другие люди, наоборот, при минимуме задач, которые они ставят для себя, ничего не успевают. Даже эти минимальные задачи, к сожалению, они не выполняют. И так же, как и у нас, в краудинвестинге, как хотел сказать, сетевой маркетинг, это не сетевой маркетинг, это многоуровневый краудинвестинг. Вроде бы всем все понятно. Я думаю, что здесь не надо никому разжевывать и класть в рот, что необходимо делать. А результаты кардинально совершенно разные. Кардинально разные. Я не просто приводил пример сейчас Андрея Коробко, и то, что я проанализировал, лично я проанализировал всю свою структуру. У меня просьба тоже, просмотрите свою структуру. Буквально вот сейчас для тех, кто попадет в этот отдельный чат, я открою, сегодня я это научился делать, то есть я покажу свой кабинет и покажу, что необходимо сделать для того, чтобы что-то иметь. Плюс к этому, просто немножко мы не успеваем с информацией, наши ребята, наши программисты, наше руководство, наше правление подготовило для нас замечательный, я говорил уже на прошлом вебинаре, потрясающий инструмент, это воронка спонсирования. Она будет завтра нам объявлена еще дополнительно на лидерском сборе, это сбор региональных кураторов, и мы это, вот как раз в пятницу мы это запускаем, но до пятницы мы ждать не будем. Промоушен я объявляю сегодня и действовать начнем сегодня уже. Так вот, почему всем все понятно, что надо делать, я думаю, что это объяснять даже не надо, вы знаете, что надо, вот поверьте мне, вы все все знаете, что необходимо сделать для того, чтобы иметь действительно потрясающие результаты. Спрашиваешь, почему такое происходит, и человек вот всегда находит массу причин, то не успел позвонить, то наоборот поторопился, или он отвлекся, или его отвлекли, или что-то он не учел, и еще много-много разных нюансов, которые заключаются в одном вопросе. Вопрос звучит очень просто, и вы от меня его слышите довольно-таки часто. Кто или что не дает вам это сделать? Кто или что не дает вам сегодня уже зарабатывать 500 долларов? Именно зарабатывать, не только приобретать акции, но еще и зарабатывать. Это золотое правило. Кто или не что? Или что? Кто? Кто? Родственники, друзья, знакомые? Или что? Что? Обстоятельства, здоровье? Что? Вопрос просто запишите. Кто или что не дает мне это делать? И ответьте на этот вопрос сегодня же. Сегодня же ответьте на этот вопрос. И как правильно, вот, как понимание того, как сосредотачивать свои усилия для максимального результата. И понимание очевидных тактических моментов в распорядке дня. Чему учить? Опять же, это нудное дело. Все вообще до безумия просто. И что позволит, может нам позволить минимизировать потери времени, а получать максимальные результаты. Опять же, напомню, это то, что завтра нам уже будет окончательно объявлено, не просто объявлено, а показано. И мы это постараемся в максимально короткие сроки, буквально послезавтра уже начать это реализовывать. Так вот, я предлагаю вместе, ну, прежде всего, для своей команды. А так вообще, ребята, для всех. Почему? Потому что я работаю не только на свою команду, я работаю на группу компаний Skyway. Если у Андрея Федоровича Хавратова есть своя школа, ради бога, пользуйтесь. То есть, это важно, чтобы это дублицировалось сверху и вниз. Но больше я говорю сейчас про капитал. Кто-то с головной компанией, ребята, то же самое, участвуйте в этом. Это и для вас то же самое. Это везде важно. Почему? Потому что мы имеем одни и те же активы, одни и те же акции. Так вот, я предлагаю вместе устроить марафон. И устроить марафон по полной. Вообще, марафон обычно я делаю 21 день. Но первые участники марафона, с кем я начинаю работать, это с сегодняшнего дня. Фактически сегодняшнего дня. Вы сделаете то, что я вам скажу. Вот, с завтрашнего дня я уже целиком, я лично в вашем распоряжении. Я лично в вашем распоряжении. И наша задача довести человека до результата. Так вот, те, кто за, я подчеркиваю, те, кто за. Сейчас я просто объявлю, а потом объявлю те, скажем, которые я уже, собственно, расписал, эти промоушен, то есть какие будут суммы, скажем так, суммы, те результаты, которые я, систему, то, что я расписал. Так вот, дорогие друзья, мой скайп знают все. Мой скайп, я подчеркну, знают все. Особенно для тех, кто является партнерами моей структуры. И не моей, то же самое. Я вас точно так же, вы точно так же будете участвовать. Мы с вами будем отрабатывать все варианты. И по вашим структурам то же самое. Вот. Скайп, я еще раз, я подчеркну, скайп все знают, все абсолютно. Если вы не знаете скайп, я не знаю, как вы сюда попали, каким образом. Если вы попали с головной, то есть через непосредственно личный кабинет, то в любом случае вы где-то участвуете в чатах, и у ваших спонсоров есть мои скайпы. Мой скайп, я могу свой скайп записать, поэтому я больше работаю все-таки через скайп. Изучаю потихонечку новые системы. Сейчас я вам напишу скайп, кто не знает. Запишите. Мой скайп очень простой. Я его пишу просто. Мир от фамилии Мирошниченко, 19-522. Вот это мой скайп. Мир от фамилии Мирошниченко, 19-522. Но будьте, ребята, внимательны. Будьте внимательны. Там есть несколько скайпов. Так вот, там, где я нахожусь на фоне офисного здания, там фотография, я сижу на фоне офисного здания. Вот это мой скайп. А остальные скайпы – это пиратские скайпы. То есть этот скайп у меня очень давно, а там уже создавали еще всяких много скайпов. Записали. Да, Мир, 19-522. Вот это мой основной скайп. Так вот, в скайпе будете добавляться. Будьте внимательны, дорогие друзья. Очень будьте внимательны. Пишите. Марафон. То есть ключевое слово будет «марафон». Если вы будете согласны участвовать в марафоне, завтра эти условия вы все получите. То есть участие в марафоне. А теперь я объявляю цифры промоушена. А вы просто нам отреагируйте и скажите, в принципе, интересны такие цифры для вас. Просто я их расписал предварительно. Небольшие уточнения будут сделаны завтра. И будут точно выставлены уже в печатном варианте. Так вот, для своего первого поколения, я говорю для своего первого поколения, вы для своего первого поколения, вы, вы определитесь со своими суммами. Но при этом вы эти суммы должны просчитать реальные суммы. Понимаете, реальные. Не в ущерб своему бюджету. Они должны быть реальные. Так вот, для своего первого поколения я объявляю промоушен. Кто до 31 октября, до 31 октября выйдет на ранг, в ранг моего первого поколения, выйдет в ранг эксперта, тот получит 2000 долларов. Персонально я могу назвать, вот завтра уже с кем будем переписываться, я могу это увеличить, сумму до 3000 долларов. До 31, впереди неделя. И я вас понимаю, скажете, господи, стоит ли, а я думаю, что так, стоит ли некоторым товарищам, у которых в принципе на 80%, на 70%, у кого-то на 50% уже все сделано, остается сделать рывок, хороший рывок. Я думаю, что, ну, дорогие друзья, за 2000 долларов, я думаю, стоит постараться. Это первое. Второе. Это для своего первого поколения. Вы для своего первого поколения ориентируйтесь для своего первого поколения. Суммы могут быть у вас другие. И дальше вот мы с вами будем это обговаривать, будем общаться и совместно, еще совместно будем работать и устанавливать премиальные, собственные, не всей компании, а собственные премиальные. Так вот, дорогие друзья, кто первый у меня сделает ранг эксперта в первом поколении до 31 числа, кроме тех, кто уже сделал, вот, вы получаете от меня лично премию 2000 долларов. Дальше. Следом. Кто сделает эксперта во втором поколении, во втором поколении, а может быть даже в третьем, а может быть даже в четвертом поколении, в моей структуре, я имею в виду, в моей структуре, тот получит 1000 долларов. Тот получит 1000 долларов. Далее. Дополнительно, помните, да, как в рассылке было объявлено о том, что будет дополнительно премии в 500 долларов и в 300 долларов. Но здесь, опять же, для тех, кто завтра добавится в персональный чат, с кем мы пообщаемся персонально, кто скажет, да, я хочу, я могу, я буду, а если даже и не чувствуете в себе неуверенность, просто скажите себе, а я хочу, давай попробуем. Вот давай попробуем это сделать. Помните, да, мой тренинговый материал, давай попробуем. Давай попробуем. И результаты оказались просто невероятные. Кто помнит этот тренинг, рекомендую освежить его в памяти. Мы его проведем по ходу марафона. Давай попробуем. И это давай попробуем обратилось в невероятные результаты. Так вот, 500 долларов и 300 долларов это будет для мастеров. Это будет для мастеров тот ранг, который можно выполнить во много раз проще. Но это уже я объявлю персонально. Самое главное, я объявил. То есть, 2000 долларов. Первое поколение. Ребята, вы, вот завтра уже, буквально завтра, мы будем вместе это обсуждать по вашим структурам. Какие будут у вас премиальные. То, что вы. Знаете, такой принцип. Вот как принцип, когда раньше я проводил вебинары, вот знаете, есть зажатый кулак. Вот есть зажатый кулак, да. Вот это мои деньги, которые я зарабатываю, я их никому не отдам. Это мои деньги. И это остается с вами. Но обратите внимание, пока вы не разожмете кулак и не отпустите, не отдадите что-то, сюда положить ничего невозможно. Пока он зажатый, сюда положить ничего нельзя. Раскройте его. Отдай сегодня и получи завтра. Отдай сегодня и получи сегодня же. Но для того, чтобы кто-то начать получать, сначала надо что-то отдать. Это может быть что-то время, это могут быть деньги, это могут быть какая-то информация, но дай сегодня что-то, чтобы получить. Пока вы ничем не делитесь с ценным, полезным, с кем-то, вы ничего не получаете. Вот это осознание того, что мы будем делать с вами в ближайшие дни. И еще раз повторяю, сегодня я сильно никого мотивировать, никому ничего доказывать не буду, потому что время дорого. Я могу час, могу два, могу три. У нас марафоны с Артуром Качановым проходили сутки напролет, но такие марафоны я буду делать с теми людьми, кто хочет. Независимо даже от того, в моей структуре или не в моей, но в любом случае бизнес есть бизнес, большее время я буду уделять к своей структуре, а вы будете учиться и потом проводить вебинары со своими людьми в своей вебинарной комнате. И это тоже здорово. Как в свое время у меня еще в Герболаеве Ираок Валеев, мой наставник, говорил, для того, чтобы начать проводить потрясающие презентации, вебинары, надо начать проводить отвратительные презентации, вебинары. То есть для того, чтобы начать чему-то научиться, надо начинать это делать. Сначала это будет плохо, отвратительно, суперотвратительно, но постепенно будет все получаться лучше, лучше и лучше. Это как своего рода тренировка. Это и есть тренировка. И те, кто хочет заработать к Новому году, я еще раз повторяю, к Новому году дополнительно к своему заработку, ну, я переведу, наверное, в рублевый эквивалент, это порядка 100-150 тысяч рублей вперед. Еще раз напоминаю, в Скайпе вы должны написать или присоединиться, написать марафон. И я добавлю в отдельный чат. Это первое. Второе. Огромная просьба, дорогие друзья, в Скайпе пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас, выставите фотографию, нормальную фотографию свою. Укажите, пожалуйста, свой телефон. Ой, я боюсь, я не хочу, бред полный. Если вы занимаетесь интернет-бизнесом, телефон в Скайпе должен быть, фотография должна быть, день рождения должен стоять. Почему это важно? Я уже проводил огромное количество вебинаров на эту тему, чтобы все было указано. Как Сибиряков Сергей Анатольевич сказал недавно, если ко мне кто-то пытается добавить Скайпе или где-то еще, но там нет ни фотографии, ни имени человека, там какая-то непонятная аватарка, волк, я не знаю, там чучело какое-то, что-то еще, и вместо имени стоит там, я не знаю, какое-то, какое-то непонятное слово, автоматически сразу блокирую, баню, и до свидания. Пожалуйста, сделайте это. Я очень вас прошу, если вы этого не умеете делать, научитесь, дорогие друзья. Мы этому все учились. Это сделать, в принципе, просто. Рядом с вами есть живые люди, которые могут прямо у вас дома показать, как это сделать. Загрузить нормальную фотографию, или как женщины пишут, возраст там, 111 лет, или там, родилась в 1900 году. Почему это важно? Я вам объясню и докажу, что это действительно важно. Почему докажу? Да потому что метод построения структур, когда у меня действительно структуры создавались по 10 тысяч человек в месяц, это опять же вот эти наработки, которые есть. Итак, завершая наш сегодняшний очень короткий вебинар, все добавляемся в отдельный чат запрос в скайпе в марафон. Стартуем, независимо от того, в каких вы структурах, где вы находитесь, стартуем в марафон. Делайте запрос на марафон. И завтра до вечера будет сформирован этот чат. И вечером вы получите первую информацию, первое задание. Заметьте, срок пошел. Особенно для первого поколения. Я для вас вообще здесь. Вы меня можете грузить по полной, поэтому будем работать по полной. Как лучше эффективнее действовать, опять же, завтра эту информацию вы получите. Я всем благодарю за внимание. С вами был Григорий Мирошенченко, группа компании Skyway. И пока что город Челябинск. Секунду. В России также правильно заходить на вебинары. Да, Светлана, огромная благодарность. Да, я об этом давно не говорил. Правила захода на вебинары. Это, конечно, правильно, здорово для того, чтобы грамотно заходить на вебинары, указывать имя и хотя бы город, хотя бы город, откуда или страну, с какой вы страны. А лучше Россия – это города, зарубежья – это страны. Всех благодарю. До встречи на следующих вебинарах. Завтра не забывайте Сибиряков Сергей Анатольевич, Алексей Суходоев. Опять же, супер-супер вебинары технико-экономические. До встречи на завтрашних вебинарах.